И всем привет! С вами канал Мошенники звонят по телефону и сегодня у нас ночная премьера. Ночная премьера посвящена разговору богини Нюши и лоха трейдеру Максиму. Максим будет втирать нам дичь, рассказывать про какой-то странный лицевой счет, защищенный от инфляции, при этом индексации никакой там нету, но каким-то образом, магическим образом он защищен от инфляции. В общем, разговор интересный, я думаю, всем вам зайдет, всем понравится. И перед началом просмотра я порекомендую вам, ну как порекомендую, могу попросить вас только подписаться на канал, оставить комментарий под этим роликом, а также поставить лайк. Это помогает нам в продвижении, и чем больше этого делаете, тем больше наш канал поднимается. В общем, вы таким образом поддерживаете наш канал. Так что будьте большим молодцом, если так сделаете. В общем, все, я закончил, поэтому поехали смотреть Нюшу. Моим имя Максим, вы прошли регистрацию в проекте Тон Павла Николаевна Дурова. Я являюсь вашим аккаунт-менеджером, звоню, чтобы задать несколько вопросов, помочь активировать торговую счет. Подскажите, на каком этапе вы остановились, какие у вас возникли вопросы? На этапе регистрации. Я в ту дверь буду смотреть. На этапе регистрации. То есть вы только зарегистрировались? Видимо, да. Там, по-моему, не было больше никаких. Кнопок и никаких инструкций для дальнейших действий, для продвижения вперед. Я понял. Хорошо. Смотрите, я задам несколько вопросов, потом с вами обсудим формат работы. Если все подойдет, то приступим к работе. Договорились? Ну, я не знаю, насчет договорились. Но давайте я послушаю, что вы мне расскажете. Смотрите, у вас ранее опыт торговли в сфере финансовых рынков был? Нет, не было. А для чего рассматриваете себе эту сферу? Ну, есть некие проекты, которые я хочу реализовать. Нужны финансы. То есть как дополнительный доход, верно, я понимаю? Ну, да, да. Я понял. Хорошо. Смотрите, плюс-минус представляете, как работает данная сфера? Плюс-минус? Нет, не представляю. Я понял. Хорошо. Сейчас вам расскажу на понятном языке, как все устроено. Смотрите, так как вы прошли регистрацию и заняли место на получение алгоритмов, вам будет представлен робот. Я внести заняла? Я в очереди там? Ну, конечно. Да, конечно. То есть есть определенное количество времени. Сейчас у нас конец месяца, и расписываются места на следующий месяц. Все, что у нас остались. Там осталось буквально 7-6 мест. И поэтому вы сейчас в очереди. 7-6. Ну, в чем заключается? Вам это понятно, да? Ну, да. Это программа, которая... 6 в очереди, да, понятно. Ну, когда я вам звонил, было 7. Сейчас я не знаю. Если клиенты сейчас говорят моим коллегам «да», то, конечно, меньше. Я не знаю, честно. Ну, понятно. Ладно, ладно, понятно. Смотрите, еще раз, да? Это программа, которая покупает активы дешевле и продает дороже вместо вас. В ней устроено более 200 инструментов для работы и 100 индикаторов. Только в случае индикаторов срабатывает, программа, отвечая, открывает, да, сделку и закрывает. Работа на по системе межбанковского рестоража. Мы можем с вами представить, да, ситуацию. Биткоин сейчас стоит на одной бирже 40 тысяч, да, а на второй 40 тысяч 500. Робот покупает на одной бирже дешевле и продает на другой дороже. Все действия происходят в миллисекунды. Из 10 сделок, да, 8-9 прибыльные, а 1-2 убыточные. Как вы думаете, хорошая статистика? Не знаю, вполне, наверное. Смотрите, у вас также будет возможность, вы можете, например, роботов позже, да, сделать. Вы можете сейчас поработать, к примеру, с торговым специалистом, разобраться, как работает данная сфера, так как у вас нет опыта, да. У вас будет за вами закреплена тестовая неделя, будете смотреть, как работают торговые сигналы, сигналы, как работает торговый специалист, в первую очередь, как работает компания. Если все подходит, то мы с вами продлеваем контракт на год сотрудничества. Также вы можете запрограммировать робота. Также, если мы, например, в разговоре, да, сегодня решили работать, я за вами могу закрепить страховку. Будет действовать 7 дней. Плюс-минус, я думаю, что вы понимаете, что у нас страховка, она покрывает все ваши инвестиции. Это точно. Все портфели соблюдены риск менеджмента, то есть тут боится то, что вы потеряете, образно говоря, ну, я бы не сказал, да. Гарантом выступает ваших денег, это промсвязьбанк, это наш гарант. Ваши деньги будут в генерированной ячейке данного банка. Валюта, которая будет там, доллар. Есть вопросы? Задавайте, не стесняйтесь. Ну, пока порассказывайте еще. Я сейчас немножечко могу только слушать вас, поэтому пока рассказывайте дальше, а потом я вопросы-то задаю. Я просто не понимаю, потому что я не знаю, что у вас есть вопросы. Ну, сейчас буквально минуту. Буквально одну минуту. Я вас застал на работе, наверное. Я сейчас освобожусь, вот прям по пути 10 секунд. Так, давайте вернемся к вам. Так, все, отлично. Это я вас на работе, наверное, застал, да? Ну, наверное, вы же тоже работаете, видите? Столько времени. Ну, конечно, да, только я вот еще чуть-чуть. И все, да, просто что, наверное, я вас тоже на работе застал. Да, алло. Да, да, да. Что-то со связью у вас прервалось. Уже все хорошо? Ну, наверное, да. Меня слышите? Все, отлично, хорошо. Какие у вас вопросы, на каком этапе мы сами остановились? Что вы слышали, что они слышали? Ну, слышала, что кто там в Газпромбанк является гарантом? Газпромбанк является гарантом, выступает гарантом каким-то? Нет, в промсвязи банк. А, в промсвязи банк. Ну, что-то он там гарантирует. А, у меня будет в Газпромбанке этот счет. Плохо слышу, очень плохо. Я говорю в микрофон, я не знаю. Вы настройте наушники. Все, уже хорошо. Отлично. Отлично. Значит, у меня будет счет торговый открыт в Газпромбанке. У вас будет открытый торговый счет, у вас будет сегрегированная ячейка в промсвязь банк. Что значит сегрегированная ячейка? Сегрегированная ячейка, да. Что она значит? Не в Газпромбанк, а в промсвязь банк. А, промсвязь банк. Что значит сегрегированная ячейка? Это то, что у вас будет валюта, там доллар, и она не поддается инфляции. Валюта, которая там находится, не поддается инфляции. И то, что доступ к вашим сеграм только у вас. Больше ни у кого. Максим, давайте я переформулирую то, что вы сказали. Сегрегированная ячейка означает, что валюта моя, которая в ней хранится или на ней, она не подвержена инфляции. Нет. Нет? Не так? Да, доступ только. Тогда доступ... Валюта не поддается инфляции. Как она не поддается инфляции, интересно? А ну-ка. Вопрос в том, что доступ к моим деньгам логично, что только у меня. А вот то, что валюта, которая там лежит, не поддается инфляции, там постоянно идет индексация? Очень плохо слышу рыбками, очень плохая связь. Настройте наушники, пожалуйста, я вас отлично слышу и говорю в полный голос. Я понимаю, что вы меня слышите, но я вас очень плохо слышу и не могу понять, что вы говорите. Как нам с этим быть, Максим? Как же быть? Как быть? Как нам быть? Я вам перезвоню, потому что я вас очень плохо слышу и не могу ничего разобрать. Вы думаете, вы станете лучше слышать и понимать то, что я вас спрашиваю, если вы мне перезвоните? Не слышите все равно, да? Что, что, что? Алло. Давайте продолжайте уже вашу мысль. Продолжайте вашу мысль. Давайте я вам перезвоню, я вас вообще не понимаю, вы у меня рыбками как. Если вам это поможет, я вас отлично слышу. Если вам это поможет, то перезванивайте. Вот сейчас, я не знаю, где вы находитесь, но сейчас была хорошая связь. Я полностью услышал это предложение. Отлично. Теперь повторите, что вы говорили ранее. То есть вы хотите сказать, что сегрегированная ячейка, в которой будут храниться моя валюта, не подвержена инфляции. Там что, индексация постоянная происходит? Каким образом? Инфляция ее там не касается. Сейчас вы меня услышали? Алло. О, да. То есть вы меня слышите или не понимаете? Нет, я вас не то, что не понимаю, я вас очень слышу рыбками. Вы мне только говорите, например, сегрегистой. Я дальше вас не слышу. Давайте я вам перезвоню, я вас серьезно не слышу. Половина вашей речи, я не могу понять, что вы говорите. Ну, давайте. Перезванивать? Скажите «да», «нет», я не понял. Как вам удобно, Максим? Если вы после перезвона начнете меня слышать лучше? Короче, я вот сейчас перезвоню. Давайте, давайте. Алло, да. Да, сейчас слышите? Вот сейчас прекрасно. Все, давайте еще раз теперь будем говорить, что было ранее. Вот сейчас я плюс-минус хорошо вас слышу. Давайте дальше. Я устала повторять уже в этот раз одно и то же. Давайте дальше. У вас что-то со связью, скорее всего, потому что у меня все хорошо, вы меня хорошо слышите. Я же вас очень сильно рыбками слышу. Давайте дальше, Максим. Что вы дальше мне хотите рассказать? Что-что? Максим, вещайте дальше, пожалуйста. Мы что, с вами будем только и штокать, что ли? Давайте дальше. Телеграм, я вообще не могу разобрать, что вы говорите. Продолжайте, Максим. Продолжайте вашу мысль. О чем мысль? Осегрегированной ячейке. Ну, я сказал, что это отдельный счет, да, который не подается инфляции. И он вне зависимости, да, к примеру, от брокерского, да, от брокерской компании находится в отдельном банковском счете. Поясните, каким образом он подается инфляцией? Средств позволяет застраховать вас от риск, ну, от риск, ну, от различных, да, форт-мажорных ситуаций, да, к примеру, с банкротством, да, данной компании. То есть у вас будет вот эта сегрегированная ячейка, да, которая будет вне зависимости от компании. В любом случае ваши деньги будут у вас, и она не подается инфляции. Доступ только у вас к ней. Поясните, каким образом она не подается инфляцией. Но значит, она защищает вас от форт-мажоров. Максим, поясните, каким образом она не подается инфляции? Смотрите, это предоставляет мне Промсвязьбанк. Что это? Я вам не буду лгать, я честно не знаю, как устроено, что не подается инфляция. Мне передали, что валюта не подается инфляции. Честно, вот не буду лгать. Промсвязьбанк говорит, что не подается инфляция. Все. Максим, вам сколько лет? Потому что я не знаю, чем, что. Вам лет сколько? Мне 27, а вам. 27. Я чуть-чуть старше вас. У вас есть образование? Да, конечно. Ага, в какой сфере у вас образование? В экономическом. Очень отличненькое образование. Вы что такое инфляция знаете? Что, что? Что такое инфляция, вы знаете? Ну да, конечно. Как она происходит, вы знаете? Что, что? Как происходит инфляция? Из-за чего она происходит? Конечно, когда обесценивается денежная, да. Когда обесценивается валюта, когда проходит ВВП страны и так дальше. Куда она проходит? Там или рост цен на товары, да. Или услуги повышания. Но не повышается, к примеру, качество, да, товара. То есть идет повышение цены, образно, на тот или иной товар, но не сохраняется качество, не повышается качество. Оно на том уровне и остается. Это и есть инфляция? Ну да. То есть, ну, к примеру, да, за эту сумму, за определенное количество времени, например, сегодня мы можем купить, например, образно говоря, да, за 100 рублей, там, 4 конфеты, а, например, прошла инфляция и прошел, там, год, мы можем за 100 рублей купить всего лишь на 2 конфеты. Сказать, это обесценивание, например, валюты. А что значит прошла инфляция, Максим? Что? Что значит прошла инфляция? Она мимо шла и прошла? Или как этот процесс вообще происходит экономически? От чего она зависит? Ну, есть какие-то факторы, которые влияют, да, на инфляцию? Ну, конечно. Какие, например? Ну, смотрите, к примеру, зависит от спроса, да, и предложения на рынке, на тот или иной товар, да, или же есть цены, которые регулируют государство. Это зависит и от запасов, да, данного государства, той или иной валюты, да, к примеру. Мы не можем делать больше валюты, чем у нас есть обороты полностью нашей среди, мы не можем напечатать больше, чем у нас есть запасов сырья. Также есть рай, как вы знаете ранее, чтобы даже когда мы печатали валюты, когда все мерилось в золоте, что мы можем напечатать столько валюты, сколько у нас есть золота, как, например, было раньше. А сейчас мы это не можем делать? Ну, это звучит, как, это звучит, как какой-то допрос, я вот не понимаю, к чему это все. Нет, не допрос, вы просто сказали, что вот деньги у меня будут в промсвязь банке лежать на сегрегированной ячейке, и они не будут подвержены инфляции. Опять рывками, я ничего не понимаю, очень сложно сейчас. Еще раз, вы сказали, дальше вообще ничего не услышал. Мои деньги будут лежать в промсвязь банке, и они не будут подвержены инфляции. Как это объяснить? Может, вы есть в WhatsApp или в Telegram, я вас там наберу, я просто вообще не могу разобрать, что вы говорите. Давайте дальше, давайте оставим инфляцию в покое, давайте дальше. Как мы дальше планируем работать? Может быть, при слове инфляция, сотовые операторы. У меня просто взрывается мозг. Неудивительно. Ну что неудивительно, я вас слышу максимально рывками, максимально рывками, я не понимаю, что вы мне говорите. Ну вот. Я услышал неудивительно. Если вы сейчас думаете, что я вам лгу, не знаю, побудьте на моем месте, я вам могу скинуть в Telegram или в WhatsApp запись нашего разговора, и вы послушайте, как я вас слышу. Я вас слышу рывками, я вас слышу, не знаю, одно слово, или же просто частичку слова. Я всегда что-то додумываю, это очень некомфортно, я вам серьезно говорю. Я могу с вами перейти, например, в WhatsApp или в Telegram, чтобы мы с вами общались по интернету. Может, будет намного лучше связь, потому что я просто тут взрываюсь. Я каждое слово ваше додумываю. Нет, не получится, потому что у меня нет WhatsApp, ни Viber, ни Telegram. Я не услышал ничего до слова А, до буквы А, вообще ничего. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З. Ну, давайте дальше продолжать, Максим. Что вам дальше продолжать? Ну, не знаю, сейчас меня слышно. Вот сейчас, сейчас прекрасно слышно. Я не знаю, вы, может, по квартире или по дому ходите. Вот на этом месте у вас очень хорошо. Вот в этом месте, не знаю, зафиксируйтесь, тут я вас прекрасно слышу. Давайте дальше. Как дальше происходит? То есть, таким способом происходит процесс, даже не знаю, как его сейчас перефразировать, что мои средства в промсвязь банке не подвержены инфляции, вы этого не знаете. Смотрите, я могу вас перевести на финансовый департамент, да, или же на мое руководство, которое может вам дать более подробную информацию. Я ваш аккаунт-менеджер, который вам помогаю сделать, к примеру, активацию вашего торгового счета, рассказываю, как устроена данная сфера, если вы не знаете. Рассказываю о компании, как вы будете работать. Если есть вопрос, на который я, может, вам некорректно отвечаю, я могу вас просто перевести, к примеру, на финансовый департамент, или же на мое руководство, или на юридический. Все тоже зависит от вас. Ну, давайте пока с вами побудем на связи. Рассказывайте все, что вы знаете. Я вам рассказал, да, как устроена данная сфера, как вы можете зарабатывать на автоматизированной торговле. Если у вас есть какие-то еще вопросы, задавайте тоже, не стесняйтесь. Я вам полностью то, что... Я не знаю, как вы меня слышали, но я вам вроде как рассказал все, как устроен даже робот, как устроена данная сфера, как вы можете у нас зарабатывать. Ну, это так, коротенько, в двух предложениях рассказать сферу финансового рынка, вы считаете, вполне? Хорошо. А, я понял. Значит, вы меня не услышали. Вы знаете, сферу финансовых рынков. Есть четыре секции. Это вы знаете, я думаю. Валютная секция, товаросырьевая секция, криптовалютная секция и фондовая секция. В каждой секции разные активы. Если активы валютные, да, я думаю, что вы очень образованный человек, вы у вас случайно не экономическое образование. Ну, около того. Ну, чудесно. Вы прекрасно понимаете, что валютная секция активами выступает у нас валютная пара. Я верно это говорю? Ну, видимо, да, вы же специалист в своей сфере. Еще раз что... Я могу вас поправить, что не секция, а сектор. Что? Правильно говорить не секция, а сектор. Секция или же рынок, финансовый, валютный рынок? Сектор. Что? Я вас... Еще раз... Сектор. Не секция, а сектор. Есть сектор в экономике. Есть сектор на рынке. Товарно-сырьевой сектор. Продолжайте, Максим, продолжайте. Я сейчас вообще вас не слышу. Я слышу всех, все, что я понимаю. Я просто не выдерживаю. Я могу вам перезвонить в какой-то мессенджер. У меня нет мессенджера, Максим. Говорите сюда. У вас нет мессенджера? Нет. Товарно-сырьевой сектор, например. Давайте дальше. Ну, так 4 сектора экономики. И 4 или более... Не сектора экономики, а 4 сектора на... Где там на фондовой бирже, да? Не на фондовой бирже. На финансовом рынке. Где эти 4 сектора ваши? Алло. Максим. Алло. Да, Максим, да. Алло. Да. Меня слышно? Слышно, вас слышно. Повторите еще раз, пожалуйста. Не буду, продолжайте. Что вы говорили? Продолжайте, Максим. Продолжайте. Окей, хорошо. Что мне продолжать, если я не услышал, что вы сказали до этого? А вы с того момента, где остановились... Мы остановились... Вот где остановились, там и продолжайте. Я вам рассказал про валютную секцию. Или же валютный рынок. Активами тут выступают валютные пары, как я и говорил ранее. Следующая, да, это товаро-сырьевой. Тут выступают активами сырье, нефть, газ, золото, да? Следующая секция – это фондовая. Тут активами выступают акции и облигации компаний. Я думаю, что вы знаете, что такое акции, что такое облигация. И криптовалютная секция – тут активами выступают криптовалюты. Дальше, что происходит дальше? Какими инструментами работать? Ну, с какими инструментами мы будем работать? А с какими активами вы будете работать? Я верно понимаю. Инструментами. С какими инструментами вы будете работать? Да. Работа в финансовом рынке, верно? Я бы хотела на фондовом. Вы будете на фондовом консовидации? Максим, я бы больше на фондовом хотела. Вы лучше с акциями или облигациями работаете? А поясните мне разницу между акциями и облигациями, пожалуйста. Что, что? Поясните разницу между акциями и облигациями. Все, это я услышал. Смотрите разницу. Акция – вы как совладетель данной компании. К примеру, вы покупаете акцию, да, например, Тесла или Эппл. Вы как совладелец данной компании. У вас есть частичка данной компании. А это вы услышали? Я вас вообще слушаю бесперебойно, Максим. Да, вы говорите. А я сейчас вас тоже бесперебойно. Чудесно. Облигация – это как вы, да. Есть, например, проект, да. Например, в «Газпром» есть проект, например, образно говоря, «Северный поток». Вы как даете, да, я как называю это как долг, образно говоря, компании. Вам компания отдает эти деньги. Как за ваши деньги компания осуществляет те или иные проекты. Это вам понятно? Я думаю, вы это знаете. Я вам повторяю это, но я чувствую, что вы все это знаете. Или вы меня там, или проверяете, не знаю, что вы со мной делаете, конечно, но все в вашем… Мне нужно пояснение, понимаете? Вы спрашиваете меня на акциях и на облигациях. У «Газпрома» сейчас выпускает какие-то облигации? У «Газпрома» есть облигации? У «Газпрома» выпускает сейчас акции? Конечно. Облигации. Облигации. Облигации? Да. Да, конечно. На каких условиях он их выпускает на рынок? То есть их приобрести можно на каких условиях? Что-что? На каких условиях? Да, на каких условиях. Смотрите, у вас есть площадка, где вы будете работать. У вас есть там акции и облигации данной компании. К примеру, да, есть евро там облигационные займы, да, данной, например, компании, да, и они в рамках программы EMTN, образно говоря, да. И вы тут покупаете у них, да, данную облигацию, так, к примеру. Вы меня слышите? Да, конечно, Максим, я просто вас не перебиваю. Да, и там есть, и там есть, и там есть, конечно, процент купона, да, той или иной там, того или иного проекта, да. Там есть полностью все котировки за все года, а также есть в реальном времени, да. И проект сейчас, да, есть в процент там соотношений, если не ошибаюсь, 3,5%. А облигации госзайма можно приобрести? Что-что? Облигации госзайма. Смотрите, я вот, честно, я вам сейчас не могу ответить на данный вопрос. Я могу вас серьезно перевести на моего руководителя, потому что данной информацией всей я могу не владеть или сказать вам некорректно. Человек полностью знает, что ситуация на рынке и что сейчас устроено по нашей стране и по всему миру. Я могу вас перевести, и вам будет намного комфортнее общаться, например, с этим человеком. Я вашего аккаунт-менеджера. Мне и с вами комфортно. Что? Мне и с вами комфортно общаться. Мне вам комфортно общаться. Конечно. Конечно. Вы давно работаете в компании? Опять я вас рывками слышу. Ладно. Я так понял, что, скорее всего, со мной приятнее общаться или комфортнее. Не понял, конечно. Но у нас очень все печально. Мне очень сильно сложно общаться. Ну, я не лгу вам и, честно говорю, очень сильно сложно с вами общаться в данной связи. Смотрите, я могу на некоторые слова, на некоторые ваши вопросы могу не отвечать, потому что данный спектр данной, полностью спектр всех услуг и всех компаний у меня нет. Вы давно работаете, Максим, в компании? В этой компании? В этой компании и в этой сфере? Вы давно работаете? В данной сфере я работаю, честно, немного. И в данной компании то же самое. Я думаю, что по моему, конечно, разговоры по моим знаниям это чувствуется. Я только, вот буквально, недавно пришел в данную сферу и сейчас я вот как на половине обучения, образно говоря, и получение сертификации. Поэтому я полностью всего могу не знать, да, полный спектр. могу не знать. Вас как стажировка сейчас. Меня сейчас взяли как на испытательный срок. У меня есть, конечно, экономическое образование, которое я подтверждал. Но сейчас у меня, я все изучаю полностью, да, и сейчас вот как, ну, я просто вам не лгу, и моя картина реальная. Я вот сейчас как аккаунт-менеджер, который просто рассказывает вводные, да, знания о данной сфере. Понятно. А что входит в испытательный срок? То есть, что, что вы должны будете сделать к концу испытательного срока для того, чтобы вас зачислили в сотрудники данной компании? Есть некие экзамены? Мне будет полностью... Конечно, есть экзамены, есть тесты. Если я их заваливаю, конечно, я не прохожу дальше. Мне будут спрашивать всех образно-котировки, все экономические календари, например. Мне будут спрашивать, знаю ли я, умею ли я работать с акциями и облигациями, как полностью анализировать рынок, да, и так дальше, и так дальше. И линия консолидации, у меня тоже есть с ней работать. То есть, ну, у меня нету спектра, что мне будут спрашивать. Мне ориентировочно сказали, что мне нужно обучаться, и что мне нужно изучать. и работа с клиентами, в том числе, правильно? Ну, сейчас я работаю, конечно, с клиентами, да. Ну, и работа с клиентами будет тоже, ведь, влиять на дальнейшую вашу заменовку. Он уже тоже будет какой-то балл туда плюсоваться к вашим знаниям. Правильно? Леон. То, что? Говорю, ваша работа плодотворная с клиентами тоже ведь будет влиять на итоговый результат вашего экзаменационного? Конечно. Есть некий процент, который, допустим, вы должны, ну, скажем так, средний чек принести. Есть что-то такое? Да, да, я, да, ну, я тут с вами только соглашусь, конечно, и, например, у меня есть свои там недостатки, которые я бы хотел очень сильно и побыстрее убрать, потому что от этого зависит результат компании, зависит результат каждого клиента, который переходит через меня, но я, я сейчас аккаунт-менеджер, просто вам помогаю активировать ваш торговый счет, рассказать вам о данной сфере вводной, такой, как водная, да, водная, и дальше с вами уже работает с вами торговый специалист, который вы уже полностью ознакомливаетесь с рынком, он вам полностью все рассказывает, как вы будете работать, образно говоря, уже на полном, не знаю, полном спектре и инструментами, какими вы будете использовать, полностью вам это все будет рассказывать. А вы мне сделали какой-то допрос на самом-то деле, я вам сказал то, что я на самом деле знаю я извиняюсь если что тот канал сказал конечно не так образно говоря или же и вам некорректно на что-то ответил но вот вот так вот не допрос не просто интересно насколько вы глубоко знаете тему поэтому я и спрашиваю это не допрос вы не в кабинете у следователя пока еще поэтому да я понял не беспокойтесь это даже не экзаменовка со стороны ваших работодателей вы не сказали как давно вы в этой компании работаете сказали что недавно а вот конкретно сколько неделю две месяц нет я работаю сейчас пошел третий месяц понятно третий месяц ну то есть я у вас не первая на линии правильно но вы у меня третий человек а третий человек которому вас посадили и с кем вы общаетесь кто-то у вас за спиной стоит на что раковать вас кто-то подстраховывает за спиной сзади нет я тут сейчас тут это где вы в офисе один сидите конечно я в офисе ну там вас голоса слышны ваших коллег но я сижу сейчас один на компьютер я один дать меня никого нет ну просто имею ввиду что мало ли муж там кто-то вот стоит ну конечно это офис тут работа нет нет вы что вот меня серьезно никого нет поэтому если у вас серьезно есть вопросы на которые я не могу ответить я могу вас привести на своего руководителя и вы не поговорить страшно но по-другому пока ничего страшно можно такой вопрос личного характера а зарплату большой обещают вам но если честно я не могу разглашать свою зарплату но пока меня все устраивает но я думаю что это тоже не сильно важная конечно информация но мне моя зарплата полностью устраивает конечно небольшая не придет на вершинство но я не то что получал но это все стажировка как никак это не полная сумма но как не говорят начинать с малого ну да зарплата будет зависеть наверно а зарплата уже будет после того как я буду как я там полностью сертификацию ну процент будет какой-то от нет ни процент а чего она будет зависеть ну ставка просто ставка будет выше чем сейчас ну да конечно но если там но я да такие прям тонкости конечно не не углублялся я для меня работа важно чтобы она приносила мне удовольствие заработа конечно хорошо на мне работа нужно в первую очередь чтобы приносила удовольствие и это работа приносит что-то новое конечно образно говоря и удовольствие я в этой работе больше для удовольствия поэтому зарплата конечно будет со временем больше везде все начинали с самых низов, да, и получали самую минимальную зарплату, а потом постепенно там с каждым годом все больше и больше. По-другому никак. Все ничего-то начинают. Так, я начинаю с малого, а там уже будем смотреть. Может, и не подойдет. Ну, все может. Пока мне все нравится, пока все подходит. Я думаю, что прям такого еще личного характера не стоит, конечно, спрашивать, потому что я не сильно, конечно, хочу рассказывать рассказывать о своей жизни, о своей компании. Как-никак. Ну, именно не о компании, а о моей работе, потому что мне и стыдно. Я и закрытый образный человек, поэтому... Нет, Максим, стыдиться не стоит. Вы, если еще не совершили ничего противозаконного, то вам стыдиться не стоит этого. Ну, знаете, я переживаю за каждого клиента, да, как я общаюсь. Вот у меня третий, я тоже за вас еще переживаю. Вы сами знаете, каково это что-то новое, у меня еще руки трусятся, я еще переживаю и... ну, я не знаю, как это сказать, переживание и страх никак не убрать. Убрать только, конечно, с опытом и уже с уверенностью. А пока сейчас уверенности прям супер нету, то поэтому и страх, конечно, и есть. Ну, и может, стыдно, что чего-то может... не могу сказать клиенту, которому нужно сказать. Сейчас, сейчас, сейчас. Мысль была, мысль была. Вы в каком городе сейчас находитесь? Я в Москве. Компания ваша в Москве? Да, конечно. А где именно вот офис у вас так поздно работает? В Башне Федерации. То есть вы реально там сидите? Ну, конечно. А где еще могут сидеть, образ, на кого-то? Не знаю. По-разному бывает. Может, по домам распустили, может, где-то другой офис снимаете. Нет, я сейчас не удаленка. Сейчас пока позволяет. Удаленки никакой нету на удаленной и не переводит. Я думаю, чтобы перевели сотрудника на удаленную работу, нужно много чего сделать, потому что не каждому сейчас дают удаленную работу. Кому кто-то справляется дома работать, кто-то не справляется, кому удобно отчеты делать дома, кому удобно делать отчеты на работе, пообщаться с коллективом или просто поездить. Ну, у каждого же по-разному. Я думаю, что удаленную работу я пока, не знаю, будем смотреть, я не хочу загадывать и так дальше. А сам вы из какого города? А вы сами откуда? Вы из какого города? Я сам с Москвы. Родился в Одинцово. Сейчас на Раскатовке живу. Где? На Раскатовке? Да. А метро какое? На Желтой метро. Какое? Ну, самое ближайшее для меня Раскатовка, да. Я там в новых домах. Вот эта Раскатовка там один есть, Раскатовка два. А Башня Федерации у какого метро? Ну, выставочная, деловая. Опять какой-то допрос? Ну, зачем? Нет, не допрос. Я просто пытаюсь это понять. А почему эти вопросы? Подъехать к вам туда можно? Я из области. Подъехать к вам можно? Туда, в офис. Ну, я же сказал, деловая. Ну. Можно на деловой центр. Ну, да. А можно подъехать? Я из области районной. Смотрите, в компанию можно, да, подъехать. Конечно, в компанию можно подъехать. Но я знаю, что в компанию приезжают более такие инвесторы, трейдеры уже с опытом, у которых минимально там инвестиции более порядка двух сотен долларов. То есть там компания выделяет время только для клиентов, которые делают наличные, да, и там образно говоря, инвестиции, или же безналичные расчеты. То есть я знаю, что приходит, если к нам приходят клиенты, которых я видел, это клиенты-бизнесмены, у которых инвестиции там не в 150 долларов, не в 200 долларов, а намного порядка выше. Ну, намного порядка вы сказали 200 долларов. Или это вы немножечко неправильно сформулировали? Нет, не 200. 200 тысяч. А, тысяч. Понятно. Максим, ну, намного серьезнее, там, где люди торгуют, когда люди инвестируют в криптовалюту. Максим, напомните, как компания называется? Мы у нас, компания от PSB. PSB это что? PSB Forex Limited. PSB Forex Limited? PSB это промсвязь банк. А, промсвязь банк. Да, можете перейти на ввести регулятор, да, там есть контакт от нашей компании. Ага, а почему? Промсвязь банк лимитед? Ну, такое название компания. Мне нужно спросить у учредителя, почему назвали данную компанию так. Ну, это же российская компания? Ну, конечно. Ну, а почему у российской компании форма собственности Limited? Ну, смотрите, полностью там три буквы LTD. PSB Forex, LTD. Ну, Forex это вообще валютный рынок, который я бы не хотела. А вы мне рассказываете, что можно торговать, что вы предоставляете выход на 4 сектора. Это просто название. Ну, это просто название. Название заложено, как правило, суть деятельности. Хорошо, я сейчас у своего руководителя спрошу, почему назвали так компанию. Хорошо? Я вам задаю этот вопрос. Вы человек с экономическим образованием должны, ну, там же и юриспруденцию слегка проходит, вы должны понимать форму собственности компании. Если она в России, значит, у нее другая форма собственности, если она российская. А Инанен скажет у нее компанию? Максим. Алло, Максим. Алло. Алло, алло. Да, здравствуйте. Да, да, да. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. А куда делся Максим? Да, меня зовут Артем, я руководитель Максима. Максим попросил меня помочь вам пополнить счет, начать зарабатывать деньги. Я добавляю, что вы ей пополнить счет, но у вас есть сомнения, правильно? А что, я его об этом просила, чтобы он попросил помощи. Слышите меня? Да, слышу вас. У меня был к нему другой вопрос. Алло, Артем. Артем. Ну, вот как-то так. Разговор довольно-таки, как я и обещал, получился интересный. Вот, надеюсь, вам всем понравилось. Надеюсь, все поставили лайки, написали комментарии под этим роликом, а также подписались на канал. И кнопка внизу этого ролика стала не красная, а серая. Ну, если вы наш подписчик, то этого вам делать уже не нужно. Вот. Я, кстати, являюсь ведущим канала Lumber Power. Ссылочка на меня будет в описании. Так что, если интересно, переходи. Если тебе понравилась моя манера общения, мало ли, а может нет. Так что, если что, переходи. Вот. И я думаю, на своем канале я тоже тебе что-то покажу интересное. Вот. В общем, всем пока. Приятной ночи, или вечера, или дня, смотря во сколько ты это смотрел. В общем, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok